добрый день глубоко уважаемые коллеги я рада всех приветствовать на нашем вебинаре посвященном лечению статического колоректального рака и если можно вы мне пожалуйста скажите видно ли меня и слышно или где-то напишите потому что я не очень поняла да хорошо я надену слышно было сейчас а презентацию видно скажите пожалуйста да отлично ну все отлично потому что как только открывается презентация к сожалению скрываются все зрители и они здесь не присутствует а зрителей очень не хватает я очень рада всех приветствовать к сожалению в современных условиях мы должны общаться дистанционно но хорошо такая возможность у нас есть итак влияние выбора первой линии химиотерапии метастатического колоректального рака на дальнейший план и результаты литения и прежде чем берегу к алгоритму терапии мы конечно должны сказать несколько слов о том что наряду с другими нозологиями и метастатический колоректальный рак это ни одна болезнь и огромное количество различных факторов мы принимаем во внимание когда планируем лечение нашего пациента мы учитываем безусловно и характеристики самого больного это возраст пропутствующая патология спорта после ко путешествующая одевантная терапия мы обсуждаем с пациентом его предпочтения качество жизни профиль токсичности но и ключевую роль в выборе тактики лечения играют характеристики опухоли с точки зрения клинициста это резектабельность это локализация это объем метастатического поражения то количество органов систем пораженных метастазами их локализация их количество самих метастазов ну и безусловно это молекулярные характеристики опухоли причем если раньше мы определяли когда-то только раз только вообще ки-раз потом ки-раз ки-н-раз полный раз потом добавилось ги-рав на сегодняшний день мы определяем микрофателитную нестабильность нарушение генов хер 2 нтрк слитный ген идут исследования по изучению мутационной нагрузки и многие многие другие характеристики онкология не стоит на месте и за последние 20 лет мы должны отметить существенное увеличение продолжительность жизни пациентов с метастатическим колоректальным раком безусловно ключевую роль в этом увеличении играет появление таргетных препаратов и их интеграция в режиме терапии но кроме того увеличение продолжительности жизни наших больных связано и с увеличением частоты резекции метастаза в печени совершенствованием хирургических техник и с расширением показаний для резекции так по последним данным ливер мед сервей пятилетняя выживаемость больных после резекции составляет 42 процента а 10 лет живут 25 процентов пациентов это те цифры которые когда-то казались совершенно фантастическими к сожалению пациенты которым не выполнена резекция вот этот десятилетний период не переживают а пятилетняя выживаемость у них равна всего лишь девяти процентов и как я уже говорила расширение показаний для резекции метастазов колоректального рака не только в печени но и в легких мы должны сказать там локализация другого локализация значительно увеличивает шансы пациента на выздоровление или большую продолжительность жизни так расширенные показания вот в этой работе были использованы более чем у пятидесяти процентов пациентов и эти расширенные показания в культуре метастаза более десяти сантиметров билатеральное поражение наличие этих трех и более очагов не печеночные очаги и мы видим что если использовались расширенные показания и резекция все-таки выполнялась то одно трех пяти и десятилетние показатели выживаемости практически не отличаются у пациента с меньшей распространенностью процесса и классическими показателями и химиотерапия значительно увеличивает продолжительность жизни пациентов так что больные которые инициально были нерезектабельными рассматривались как нерезектабельные пациенты но благодаря химиотерапии эффективному современному лечению их удалось перевести в резектабельное состояние демонстрируют очень хорошие показатели пятилетней выживаемости 32 процента и показатели десятилетней выживаемости поэтому конечно цель наших усилий для большого количества пациентов уже на сегодняшний день для большой доли пациентов это проведение максимальной терапии по периодам резектабельной состоянии или последовательное назначение различных дуплетов семиотаргетной терапии триплетов различных подходов для максимального лечения продолжительности жизни и конечно ключевую роль в достижении этих целей играет первая линия терапии потому что там пришли все пациенты до 100 процентов больных и все они получают первую линию лечения к сожалению с увеличением числа номера линии терапии все меньшее и меньшее количество пациентов получает вторую третью и четвертую линии лечения так даже вторую линию лечения никогда не получит каждый четвертый пациент поэтому конечно наиболее наибольшие требования к решению да должны предъявляться при рассмотрении вариантов первой линии терапии все международные российские рекомендации при выборе тактики предлагают определить цель лечения и выбрать наилучшую стратегию первой линии для конкретного пациента сначала мы обращаем внимание на общее состояние если к сожалению пациент не может переносить никакой химиотерапии то мы рекомендуем на лучшее поддерживающие лечение если пациент находится в плохом общем состоянии то мы предлагаем ему какие-то программы с редукцией доз монотерапии вторперимединами анти gfr препараты ну какие-то такие менее значительно менее интенсивные курсы лечения но все-таки подавляющее большинство наших пациентов могут переносить стандартную современную химиотерапии в этом случае мы определяем цель лечения первая группа пациентов это по потенциал это резиктабельные пациенты основной вид лечения у них это выполнение лице первичное проведение переоперационной или послеоперационной химиотерапии но все-таки эти пациенты они единичных меньшинство следующая большая группа пациентов это пациенты которые нуждаются в достижении объективного ответа что это за больные ну безусловно это потенциально резиктабельные пациенты которых мы должны привести в резиктабельное состояние и затем прооперировать но этой характеристикой такая группа больных не ограничивается к пациентам нуждающимся в объективном ответе мы можем отнести еще пациентов с симптомных с большим объемом опухоли с быстрым прогрессированием это больные которые нуждаются в эффективном лечении в объективном ответе чтобы остановить прогрессирование уменьшить объем опухоли и улучшить их состояние третья группа пациентов которые имеют потенциально нерезиктабельные метастазы, например, нужны метастазы в легкие, мелкие метастазы в печени, метастазы в лимфатические узлы, но заболевание является несимптомным и пациенты могут вести обычный образ жизни, нуждается эта группа больных в контроле роста опухоли и в продлении жизни. Как таковой объективный ответ не является основной целью терапии, в этих моментах. Итак, значительная группа пациентов, которые нуждаются в объективном ответе. Либо мы хотим выполнить им резекцию, либо это больные, которые имеют симптомное течение и быстрое прогрессирование. В чем преимущество цитоксимаба для этой группы пациентов? Мы знаем, что это анти-ДЖФР-могуанальная антицитила, важный механизм действия, это блокада патологического сигнального пути, начинающегося с рецепторов ЭДЖФР. Но кроме того, цитоксимаб по строению – это иммуноглобулин класса G1. И соответственно, на ФЦ-фрагменте молекулы иммуноглобулин имеются рецепторы для реализации антителозависимой Т-клеточной циклы токсичности. То есть иммунологический механизм – это возможный дополнительный механизм действия именно цитоксимаба, это иммуноглобулин класса G2. И вот этого механизма иммунологического у него нет. Поэтому цитоксимаб и иммуноглобулин несколько отличаются друг от друга, в том числе и по строению молекул. И действительно, несомненное преимущество анти-ДЖФР-могуанальных антител. И конкретно цитоксимаба – это очень высокая частота достижения объективного ответа, большая его глубина, то есть значительное уменьшение суммарного объема опухолевых очагов и необыкновенная быстрота достижения объективного ответа. При прямом сравнении цитоксимаба с первоцизумабом в комбинации с химиотерапевтическим документом оказалось, что ранний объективный ответ на цитоксимабе достигался более чем у 68% больных по сравнению с 49% на биоцезумабе. В целом частота объективного ответа на цитоксимабе достигла 72%, а глубина ответа, то есть уменьшение суммы максимальных диаметров контрольных очагов по сравнению с исходным достигла почти 49%. На карате биоцезумаба это уменьшение было менее значительно. Огромное количество исследований было посвящено определению лучшей стратегии лечения пациентов с диким типом генов РАС. В предоставленный метаанализ включено исследование, сравнивающее как анти-ЭДЖФР антитела с антивИДЖФ антителами, так и, собственно говоря, комбинацию ЭДЖФР антител с химиотерапией против одной химиотерапии. Вы видите, здесь перечислены все эти исследования отдельно и итоговые составляющие, и мы видим, что максимальная частота объективного ответа регистрируется в случае выбора опции комбинации химиотерапии с цитоксимабом, именно с цитоксимабом. При этом мне лично очень перспективным, интересным кажется комбинация цитоксимаба триплетом, а в предыдущем метаанализе триплеты все равно очень высокая частота объективного ответа. Но если мы назначаем в комбинации режима химиотерапии ног с триплетом инфузионным, то в представленном исследовании на этом режиме продемонстрирована чрезвычайно высокая частота объективного ответа, почти 88%, и, безусловно, эта опция очень серьезная, привлекательная для пациентов в хорошем общем состоянии, которые нуждаются в достижении объективного ответа. При этом в том, числе и в больных с мутацией БИРАФ эта стратегия оказалась эффективной, было достигнуто 60% объективных ответов. Таким образом, в случае необходимости достижения объективного ответа, то есть полной либо частичной регрессии метазазов, опция комбинации химиотерапевтической, дуплета или металлургической, которая является преимущественным вариантом его. Следующая большая группа пациентов – цель лечения увеличения продолжительности жизни. Есть ли у нас какая-то оптимальная последовательность терапии, из чего нам лучше начать лечение? С анти-ДЖФР моноклональных антител или с анти-ВИДЖФ моноклональных антител в первой линии лечения у больных с диким типом РАЗ. Тоже достаточно большое количество исследований было проведено на эту тему, в том числе и исследований по прямому сравнению анти-ДЖФР и анти-ВИДЖФ моноклональных антител в первой линии лечения больных с непостатическим колорапитальным раком с диким типом геном РАЗ. Наиболее крупным первым исследованием на эту тему было исследование FireTree, где напрямую сравнили цитоксимаб с бевоцезумабом в комбинации с режимом Fulfili. Вне зависимости от локализации опухоли первичной на всю группу цитоксимаб продемонстрировал достоверное впечатляющее увеличение продолжительности жизни больных в абсолютных цифрах. Выигрыш в медиане общей выживаемости превысил 8 месяцев. При этом выживаемость без прогрессирования болезни была почти одинаковой, отличалась несущественно, а вот выживаемость без прогрессирования болезни во второй линии лечения, в последующей линии, значительно различалась. И у пациентов, которые начали терапию с цитоксимаба, а потом перешли на терапию с бевоцезумабом или без него, выживаемость без прогрессирования болезни была значительно больше, чем в группе больных, которые в первой линии лечения получали бевоцезумаб. Именно это и сказалось на увеличении общей продолжительности жизни, поэтому последовательность сначала цитоксимаба, потом антивиджеев, стратегия во второй линии лечения, является предпочтительной, так как увеличивает продолжительность жизни больных. Эти данные рандомизированных клинических исследований подтверждаются в условиях реальной клинической практики, когда мы имеем дело не со столь отобранными пациентами, а с пациентами в том числе и старшей возрастной категории, с сопутствующими заболеваниями, с какими-то еще проблемами. Вот в представленном исследовании оценили эффективность различных стратегий в условиях реальной клинической практики и оказалось, что цитоксимаб в комбинации с химиотерапией, начатой в первой линии лечения, демонстрирует медиану продолжительности жизни более 50 месяцев и почти 78% достижения объективных ответов, включая более чем 8% полных объективных ответов. По сравнению с группой пациентов, которые начали лечение с бевоцезумаба, выигрыш при начале лечения с цитоксимаба составил 22,8 месяца. Ну, как я уже говорила, достаточное количество других исследований было посвящено прямому сравнению анти-GFR и анти-VGF терапии больных с диким типом гены. Раз в первой линии лечения и эти исследования объединялись в мета-анализы, причем мета-анализ тоже у нас не один. В представленном мета-анализе оценили напрямую две стратегии анти-VGF и анти-GFR, моноклональные антитела, объединенные данные пациентов из трех рандомизированных исследований. ФАЕР-3, где сравнивался цитоксимаб с бевоцезумабом в комбинации с фолфири. С ЛДЖБ, опять-таки, цитоксимаб с бевоцезумабом, с любым химиотерапевтическим дуплетом. И исследование ПИК, которое сравнивало понитумумаб и бевоцезумаб. И оказалось, что и общая выживаемость и частота объективного ответа в первой линии терапии при метастатическом колоректальном раке у больных с диким типом генов РАС в опухоли могут быть существенно выше при начале лечения ингибиторами GFR по сравнению с ингибиторами VGF. Влияет ли локализация первичной опухоли на выбор анти-GFR, моноклональных антител и бевоцезумаба? Да, влияет, мы это уже теперь хорошо знаем, но и когда я первый раз услышала о влиянии локализации первичной опухоли, как-то я не очень это восприняла, оказалось, что опухоли левосторонней и правосторонней локализации принципиально различаются между собой по молекулярным нарушениям, играющим ключевую роль в патогенезе колоректального рака. Соответственно, эти опухоли различаются по прогнозу и ответу на лечение. При анализе представленных здесь исследований было показано, что добавление цитуксимаба к химиотерапии достоверно увеличивает продолжительность жизни у больных с левосторонним метастатическим колоректальным раком. Извините, у меня прямой эфир идет. Выигрыши при правосторонней локализации опухоли не зарегистрированы. Исследование FIRE3 – это сравнение уже цитуксимаба с бевоцезумабом. И опять-таки мы видим увеличение продолжительности жизни больных при назначении цитуксимаба в группе слева сторонней локализации опухоли. И наиболее крупное проверочное исследование CLGB, объединившее очень большое количество пациентов. Опять-таки прямое сравнение цитуксимаба или бевоцезумаба с любым режимом химиотерапии, с дуплетом FFIR или FFOX, это, собственно говоря, отражение нашей реальной клинической практики, показало, что цитуксимаб обеспечивает значимый достоверный выигрыш продолжительности жизни больных при левостороннем экстатическом колоректальном раке, а вот частота объективного ответа увеличивается независимо от локализации опухоли. Ну и, как я уже говорила, большое количество метаанализов было проведено на эту тему. В представленном метаанализе, опять-таки, оценили эффективность антивИДЖФ и антивИДЖФР моноклональных антител, сравнили эффективность антивИДЖФР моноклональных антител в первой линии лечения в зависимости от локализации первичной опухоли. И если мы оцениваем частоту объективного ответа, то антивИДЖФР моноклональные антитела обеспечивают значимо более высокую частоту объективного ответа независимо от локализации первичной опухоли. Если мы оцениваем показатели выживаемости, то анти-GFR моноклональные антитела обеспечивают увеличение выживаемости без прогрессирования болезни и общей выживаемости при левосторонней локализации опухоли. Ну и, наверное, наиболее крупный анализ на эту тему – сравнение анти-GFR моноклональных антител как с одной химиотерапией, так и с анти-GFR моноклональными антителами. И этот метаанализ также продемонстрировал преимущество анти-GFR моноклональных антител по частоте объективного ответа и при право- и при левосторонней локализации опухоли. Это очень важно. Эти данные внесены в том числе и в национальные рекомендации, потому что если наша цель – объективный ответ, мы выбираем анти-GFR моноклональные антитела, независимо от локализации первичной опухоли. Если наша цель – увеличение продолжительности жизни, то доказанное преимущество анти-GFR, антител – только при левосторонней локализации опухоли. Если мы говорим о первой линии лечения, потому что в поздних линиях терапии выигрыш не зависит от локализации первичной опухоли. Ну и еще один очень важный, практически значимый вопрос – а сколько лечить наших пациентов? До сих пор, до последнего времени четко не была определена оптимальная продолжительность первой линии терапии. Юридически мы могли лечить больных непрерывно до прогрессирования заболеваний или развития неприемлемой токсичности. Но это действительно токсичная стратегия. Мы можем лечить пациентов на протяжении не полугода с последующим наблюдением, с объявлением химиотерапевтических каникул. Но все-таки на сегодняшний день предпочтительным является применение инициального лечения двойного комбинации с антителами в течение не менее 3-4 месяцев с последующим переводом на поддерживающую терапию. Как здесь нам используется токсимаб? В представленном исследовании проанализировали эту стратегию, начинали лечение с токсимаба с режимом фолфири, 12 циклов проводили и переводили на поддержку сначала токсимабом с иринотыканом, а потом на один токсимаб. При сравнении с наблюдением группа вот такой последовательной стратегии, деэскалация лечения продемонстрировала двукратное увеличение выживаемости без прогрессирования болезни. Еще в одном исследовании сравнили поддержку токсимабом в монорежиме по сравнению с продолжением химиотерапии в комбинации с токсимабом. И оказалось, что поддерживающая терапия с токсимабом в монорежиме не уступает продолжению интенсивной терапии по выживаемости без прогрессирования болезни. Таким образом, проведя в этом исследовании 8 циклов инициальной химиотерапии, химиотерапевтическим дуплетом комбинации фолфокс с токсимабом, мы можем перейти на поддержку одним с токсимабом. В исследовании с понитумумабом мы сравнили поддерживающую терапию одним понитумумабом с поддержкой инфузионным в торурацилом, комбинацией ликварина с торурацилом и в сочетании с понитумумабом. Но оказалось, что вот такая поддержка для понитумумаба в комбинации с инфузионным режимом фторурацил и каварин улучшает результаты лечения. Поэтому если мы используем понитумумаб, то вариантом выбора поддерживающей терапии является назначение использования понитумумаба в комбинации с режимом дограмму. Ну и самый последний практический вопрос, а если мы отправили материал на молекулярно-генетическое тестирование, хотим начать лечить больного, что нам ждать? Ответа никак нет. Что нам делать? Дожидаться ответа или начать лечить? И если начать лечить, то как? Начать терапию сразу же с добавлением берется зумаба в первой линии или подождать ответа и в случае раз дикого типа добавится токсимаб? Ну, в общем-то, все поступали, наверное, до того в соответствии с личными предпочтениями, но отсроченные добавления анти-GFR антител в первой линии терапии и результаты этого отсроченного добавления по сравнению с немедленным началом анти-VGF терапии были проанализированы в представленном ретроспективном многоцентровом исследовании. И оказалось, что если мы немного подождем и начнем анти-GFR антитела со второго-третьего цикла химиотерапии, то мы не просто не ухудшим, а улучшим результаты лечения, увеличим частоту объективного ответа, улучшим показатели выживаемости без прогрессирования болезни и мы видим тенденцию к улучшению общей выживаемости. Поэтому задержка в назначении анти-GFR моноколональных антител до второго, третьего и даже четвертого цикла химиотерапии не влияет на отдаленные результаты и не снижает эффективность терапии первой линии. Мы видим это очень наглядно на кривых выживаемости больные, которые инициально начали лечение с анти-GFR препаратами или начали анти-GFR препараты с второго, третьего и даже четвертого курса лечения, демонстрируют одинаковые показатели выживаемости без прогрессирования болезни и общей выживаемости. Ну и самый последний вопрос, а что делать, если мы полечили пациента, потом он, к сожалению, запрогрессировал, мы ушли на какую-то другую стратегию. Первая линия лечения была с анти-GFR антителами, с химиотерапией, потом поддерживающей терапией, потом на вторую линию лечения перешли на анти-GFR. Можем ли мы вернуться в третьей линии терапии к той же самой стратегии к анти-GFR моноколональным антителам? Тоже большое количество исследований тестировало эту гипотезу, и цитоксимаб является наиболее изученным препаратом в классе анти-GFR моноколональных антител по повторному применению при метастатическом колоректальном раке. Много исследований, все они очень интересны, в частности, вот в представленном исследовании использовали реинтродукцию комбинации цитоксимаба с иринотыканом, а безинфузионные составляющие получили очень хорошие показатели медианной выживаемости без прогрессирования болезни. В исследовании КРИКИТ, опять-таки, после первого исходного успешного применения цитоксимаба в комбинации с режимом ФОЛФОКС-ИРИ и следующей линией лечения с биоцизумаба, оценили эффективность цитоксимаба в комбинации, опять-таки, с одним иринотыканом. Достигнут впечатляющий уровень контроля болезни более 53% и медианной общей выживаемости для третьей линии очень хорошей почти 10 месяцев. Ну и анализ по сравнению анти-GFR терапии или группы пероральных препаратов Риграфениба и ТАС-102 у пациентов с левосторонней локализацией первичной опухоли с диким типом РАС и БЕРАФ в поздних линиях лечения. Было показано, что при левосторонней локализации опухоли пациенты имели достоверно лучшие показатели выживаемости при назначении цитоксимаба и анти-GFR моноклональных антител по сравнению с пероральными препаратами, используемыми в поздних линиях лечения по сравнению с Риграфенибом и ТАС-102. У нас некоторые послабления значительные в национальных рекомендациях. Наконец-то режим введения цитоксимаба один раз в две недели включен, не только в международные, но и в национальные клинические рекомендации. Эта схема один раз в две недели появилась у нас и в КСГ, и это, конечно, значительно облегчает практическое применение препарата, потому что по данным метаанализа мы знаем, что эффективность дозирования цитоксимаба один раз в две недели эквивалентна еженедельному режиму, и, конечно, дозирование один раз в две недели является значительно более удобным. Таким образом, цитоксимаб должен занять, я надеюсь, занимает свое место лечение больных, пациентов с метастатическим колоректальным раком с раз дикого типа, в первой линии лечения у пациентов с левосторонней локализацией опухоли или у пациентов, которые нуждаются в достижении объективного ответа. В поздних линиях лечения препарат может использоваться при возврате терапии анти-ИДЖФР моноклональными антителами. Благодарю за внимание. А есть ли у нас вопросы в чате? Вы знаете, есть. Как вы думаете, давайте мы сначала посмотрим, я дам слово другим докладчикам, а вопросы мы посмотрим, потому что тут есть клиническая задача, если у нас останется время, мы с удовольствием ее обсудим. А я передаю слово Дмитрию Владимировичу Филоненко, заведующему отделением химиотерапии ГКБ номер 24, город Москва, отделением клинического случая. Пожалуйста, Дмитрий Владимирович. Здравствуйте, коллеги. Продолжение интереснейшей лекции Елены Владимировны. Позвольте поделиться нашим опытом. Вот такая вот пациентка у нас наблюдалась. Она наблюдается 56 лет. Еще в далеком 2018 году, ну не совсем далеком, в 2018 году у нее был диагностирован распространенный рак сигмовидной кишки, метастазы в легкие, надключичные лимфоузлы, внутрикрудные, печень, забрюшинные. Ну, об операции, очевидно, речи не шла на тот момент. Соответственно, молекулярный профиль Керасен-Разбиратфа, это был дикий тип, вот, надключичный лимфоузел был верифицирован иммуноцитологически. И мы стартанули с первой линии химиотерапии. С февраля по июль 2018 год пациентка получила 10 курсов химиотерапии. Полферия плюс сатоксима. На слайде представлены вот два контрольных обследования, две контрольных точки, которые мы выполнили. Видно, что везде у пациентки, ну и в легких, и в печени наблюдался эффект. Причем эффект нарастал. В итоге частичный ответ мы получили 56%. Пациентка получила ей 10 курсов, ну не могу сказать, чтобы с какой-то выраженной токсичностью отмечалась нетропиния до третьей степени, ну, умеренная диарея. И что же мы сделали потом? Что мы сделали потом? Ну вот, предлагается проголосовать. Какую возможную тактику можно было бы предложить больной, оставить ее просто под наблюдение, продолжить фолфериз сатоксимабом. В принципе, токсичность позволяла. Поддерживающим монотерапию второперимединами одними, монотерапию сатоксимабом или дограмон сатоксимабом. Для меня голосование не... Вот, все, включилось. Интересно, да. Ну, собственно, что мы и сделали. Соответственно, большинство проголосовало поддерживающим монотерапию сатоксимабом. Вот. Почему-то слайды у меня вот только дальше не листаются. А, наверное, организаторы должны вернуть вам. Да, возможно. Ага, спасибо большое. Вот. И с июля, июля 2018 года мы начали поддержку одним сатоксимабом. Просто хотел бы заметить, что, ну, это было решение, скажем, мы приняли совместно с больной пациенткой, ну, как она выразилась, уже устала от химиотерапии, хотя, как я говорю, выраженной токсичности не было. Вот. Но, тем не менее, просто я вот напомню, прощались мы с ней до начала поддержки, если угодно. То есть у нее были еще проявления болезней. Соответственно, у нее были очаги в печени, забрюшинные лимфоузлы. Вот. Соответственно, она была достаточно распространена, и об операции, опять же, речи тогда еще не шла. И вот мы начали одну поддержку сатоксимабом. Вот. С 2018 года. Ну, и чуть больше через год мы выполняем уже там ПЭТ-КТ. И единственное, что мы имеем на тот момент, это очаг гиперфиксации в сигмовидной кишке. То есть первичный очаг. Других очагов метаболической активности мы не нашли. То есть это вот у нас была терапия одним сатоксимабом. Удиссиминированной больной, у которой химиотерапия, конечно, принесла неплохие результаты, но не привела к полному регрессу. Дальше мы, соответственно, ей удаляем этот первичный очаг, убираем, делаем резепту сигмовидной кишки. Ну, вот тут если гистологию почитать, получается у нее Т2 и 0, что-то вот вроде того. Вот. И потом, после уже удаленной, после проведенной операции, делаем контрольное ПЭТ. Соответственно, очагов метаболической активности мы не находим. Она продолжает терапию сатоксимабом, собственно, по настоящее время. Вот. И последнее ПЭТ-КТ, которое мы и делали, это было в март 2021 года, также сохраняется полная регрессия без очагов метаболической активности. Вот. Итого, на что мы имеем первой линии химиотерапии 5 месяцев, 10 курсов фолпери плюс сатоксимаб, и 32 месяца поддерживающей монотерапию сатоксимабом. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Фантастический случай, потому что, ну, если бы лет 5-7 назад к нам пришла такая пациентка, наверное, мы ее шансы на вот такие сроки, да, на такой, даже, я уже не говорю результат ПЭТ-КТ, отсутствие проявлений болезни, ну, даже по времени, мы, наверное, расценили бы эти шансы как минимальные, да, как ничтожные. А на сегодняшний день таких пациентов все больше и больше, и у нас, наверное, сформировался пол пациентов, которые действительно живут долго. И вот в отношении этой пациентки, как долго вы ее собираетесь лечить? Вот хотел, хороший вопрос на обсуждение. Не пора ли остановиться? Вот я просто про себя подумала, но, честно говоря, я бы продолжила. Все-таки это первично метастатический, да, колоректальный рак, и резекция была только первичной опухоли. Было такое вот исследование, когда метили метастазы в печени, и пациентов с полным ответом оперировали. Так вот, остаточная опухолевая ткань, да, при полном ответе на КТ, но тогда еще КТ использовалось, находилась в очень высоком проценте случаев, поэтому гарантировать, что у пациентки вот абсолютно все клетки погибли, вступили в апоптост, мы не можем. Плюс, собственно говоря, монколональные антитела, они ведь циркулируют до полутора месяцев в организме, поэтому вы делаете подкатет через 2-3 недели после курса, после введения препарата, но антитела там есть. Не знаю, я бы, если есть возможность, не экспериментировала, вот, а давайте отменим и посмотрим, что получится. Вдруг мы не остановим. По крайней мере, на данный момент я бы продолжила цитоксимаб, тем более, что вы говорите, что пациент прилично, хорошо его получается, сохраняет сейчас хорошее качество жизни. Абсолютно. Раз в 2 недели делает, соответственно. Мне кажется, если вы прекратите лечение, она наоборот, ну, знаете, пациенты привыкают, как-то чувствуют себя защищенными, и она наоборот расстроится, это только ухудшит ее качество жизни. А вот у нас как раз оказался очень интересный вопрос. Было исследование, которое свидетельствует об ускорении прогрессии после оперативного лечения на печени, если в предоперационном периоде для достижения резектабельности использовались панитумумапы или цитоксимабы. Так ли это? Да, это исследование НИУЭПОК. Очень интересное исследование. В 2014 году были доложены его результаты. Туда включались больные с резектабельными метастазами. И им проводилась либо переоперационная химиотерапия по результатам исследований ОРТС, да, 3 месяца до операции, 3 месяца после. Либо переоперационная химиотерапия с анти-ДЖФР, монкланальным антителом, тогда как раз использовался именно цитоксимаб. И вот, к сожалению, у больных с резектабельными метастазами отмечен именно этот эффект. И, собственно говоря, исследование было завершено. Эксперты очень долго его обсуждали. Так причину, в общем-то, и не выяснили. Повторные были публикации, очень много переписок, писем главному редактору и так далее. Но если вы просмотрите на рекомендации, то, собственно говоря, это исследование НИУЭПОК и служило основой для рекомендаций больных с резектабельными метастазами. Если у нашего пациента резектабельные метастазы, вариант выбора хирургия плюс переоперационная химиотерапия, монокланальные антитела не используются. Если потенциально резектабельный, но все-таки нерезектабельный пациент, которого мы сделали резектабельным, с помощью в том числе монокланальных антител и прооперировали в послеоперационном периоде и резекция Р0, у нас вариант выбора – это химиотерапия. Но вот здесь у пациентки не было резекции метастазов. Есть просто полный ответ, зарегистрированный на ПЭД или на КТ. Вот здесь немножко другая клиническая ситуация, поэтому мы обсуждаем оптимальную продолжительность. Но звучит это до прогрессирования болезни или неприемлемой токсичности? Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. А давайте мы продолжим нашу конференцию, а то мы не уложимся во времени. И я приглашаю Катерину Сергеевну Гритюхину, химиотерапевта из центра имени Логинова, в клиническом случае. Пожалуйста, Катерина. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Очень рада всех видеть, пусть и через экраны компьютера. Очень надеюсь, что скоро мы все встретимся оффлайн. Сегодня хотела бы обсудить клинический случай применения ацетоксима во влечении метастатического полуректального рака на примере такой достаточно предлеченной пациентки. Итак, с чего все началось. Изначально достаточно молодая женщина, 54 лет, проходила плановую диспансеризацию. Она всегда была очень обязательна в этом плане, регулярно проходила диспансеризацию в своей поликлинике, где был внезапно для нее верифицирован диагноз рак суповидной кишки К2Н1М1Б. При обследовании оказалось, во-первых, что у пациентки сокомпенсированная кишечная непроходимость, потому что на колоноскопии колоноскоп с трудом проходил за опухоль, просвет был всего 2 мм. При выполнении контейнг грудной клетки и брюшной полости малого таза оказалось, что пациентка диссеминирована по обеим долям печени, максимальный размер чеков был 2 см, и поза брюшинно-лимфатическим узлам также 2 см. Пациентка относилась у нас к категории маркерных, как мы видим, и на этом моменте она попадает к нам. В первом деле мы решили, что, учитывая угрозу развития острой кишечной непроходимости, как мы помним, на колоноскопии просвет был всего 2 мм, на первом этапе целесообразным было выведение превентивной колостомы для того, чтобы исключить возможность развития непроходимости и спокойно продолжить лечить пациентку. А для того, чтобы спланировать оптимальную тактику лечения, пока она была занята своей хирургией, мы выполнили молекулярно-генетическое исследование. Оказалось, что пациентка наша принадлежит к дикому типу. Признаков микроскеталитной нестабильности выявлено не было. Она оказалась в МСС. И здесь у меня вопрос. Какую тактику лечения вы бы предпочли? Пожалуйста, голосование, если возможно, запустите. Во-первых, нельзя забывать о том, что есть адепты хирургического удаления первичной опухоли при сохранении метастатических очагов. Однако мы знаем, что было исследование, которое показало, что если опухоль бессимптомная, то это ничего не поведет в плане увеличения общей выживаемости. Либо вы пошли бы на максимальную комбинацию фофоксии с добавлением моноклонального антитела, цитоксимаба и биоцизумаба. Либо вы взяли фофокс одним из моноклональных антител, либо это будет цитоксимаб, либо это будет антингиогенный препарат. Либо сделаете свой выбор в пользу фалфирия, либо лекографиник, либо иммунотерапия. Итак, мы видим, что большинство предпочли бы максимальную комбинацию фофоксии. Но я напомню, что пациентки были не единичные очаги метастатические, а все-таки множественное поражение, которое характеризуется количеством более чем 5. Поэтому резиктабельность была все-таки под вопросом. Для нашей пациентки... Для нашей пациентки... Так, я прошу прощения, презентация у меня куда-то пропала. Пока что обсудим результаты голосования дальше. Могу сказать, что мы для себя выбрали тактику лечения фофокс с цитоксимабом. Итак, возвращаемся. Как я говорила, мы выбрали для нашей пациентки химиотерапию в режиме фофокс с добавлением анти-GFR и провели с успехом 12 курсов. Пациентка переносила все абсолютно хорошо без явления периферической поля нейропатии, без значимой гематологической токсичности. Но я говорю сразу, как правило, для метастатика фофокс мы проводим без боли основовведения 5-туроцила. По нашему опыту, эффективность от этого не снижается, но токсичность при этом... Токсичности при этом удается сбежать. С точки зрения нежелательных явлений у нее развилась только как наподобно СИП-Грейт-1, но это было достаточно ожидаемо на фоне цитоксимаба. Пациентка была предупреждена, и для нее это не вызвало каких-то психологического дискомфорта. С СИП-гейт она справлялась самостоятельно с помощью косметевтики, с помощью провизора, подобрала себе аптечную косметику. Все у нее было хорошо в этом плане. При контрольном обследовании была выявлена положительная динамика в виде уменьшения размеров метастазов как в печени, так и в лимфатических узлах, как в первичной опухоли. Если оценивать по критериям РЕЦИС, то уменьшение составило суммарно по наибольшим размерам таргетных рычагов 35%. Также мы видим снижение онкомаркеров. СА-19 достиг 120, практически в два раза уменьшился. РЕ был 80, стал 10 нанограмм на миллилитр, что, в общем-то, тоже хороший эффект. И здесь вопрос. А на данном этапе какую тактику лечения вы бы предпочли продолжили бы ФОФОКС, учитывая сетоксимаба, учитывая, что у пациента была переносимость достаточно хорошая, перешли бы на поддерживающую фазу в режиме деграммон плюс сетоксимаб, перешли бы на поддерживающую фазу моноцидопии сетоксимабом, решили бы все-таки прибегнуть к хирургии или перешли бы к следующей линии лечения, поскольку, как оказалось, в некоторых клиниках нашей необъятной страны бывает так, что после истечения 12 курсов химиотерапии пациентку переводят на другую схему лечения. Для нас это было, конечно, так, достаточно удивительным, но с точки зрения экзотического варианта. Итак, у нас большая часть голосов за поддерживающую фазу лечения моноцидопии сетоксимабом, два человека за поддержку деграммон плюс сетоксимаб и один коллега проголосовал за продолжение фолфокса сетоксимабом. Мы для себя видим для таких пациентов, которые все-таки были достаточно распространенные на старте, продолжение лечения в режиме деграммон плюс сетоксимаб. На наш взгляд, это оптимально, и поскольку пациентка была в сохранном соматическом статусе, на наш взгляд, это было именно подходящим с точки зрения ее прогноза. Опять у меня переключают слайды, я вот не могу понять, видимо, какая-то проблема именно с презентацией, с демонстрацией экрана. В любом случае, я могу сказать о том, что мы продолжили поддерживающую терапию в режиме деграммон плюс сетоксимаб, и у пациентки на этом фоне сохранялась положительная динамика в течение 6 месяцев. Ура! Кажется, мы подобрались, все прекрасно. Итак, с мая до ноября 2019 года пациентка получала поддержку в режиме деграммон плюс сетоксимаб, однако спустя полгода поддерживающей терапии при контрольном обследовании, к сожалению, наша пациентка запрогрессировала. Уровень юнкомаркера СА199 достиг изначальных значений, Ре составил 32 нанограмма на миллилитр, и от НАДИРа по критерию РЕЦИСТ 1.1 мы получили плюс 25%, что, конечно же, говорило о прогрессировании у данной пациентки. Мы решили прибегнуть ко второй линии лечения и начали ей химиотерапию в режиме фалфири плюс биовоцезумаб. Однако оказалось, что данная химиотерапия для нашей пациентки не очень-то помогает, и при контрольном обследовании мы снова выявили прогрессирование как биохимическое по маркерам, так и рентгенологическое в виде увеличения размеров метастазов печени. Она прибавила 40% по критериям РЕЦИСТ от начала терапии. Какую тактику лечения вы бы предпочли здесь? Может быть, реиндуцировать фалфокс, может быть, оставить химиотерапевтический агент РЕНТЕКАН с фторпиримидинами и при бегом к флиберцепту или рамоксурмабуту заменить ангиогенную терапию, либо вы перешли к РЕГОРФИНИБУ, либо иммунотерапии, несмотря на то, что пациентку на СМСС, либо, может быть, скомбинировали бы даже с РЕГОРФИНИБУ в рамках исследования РЕГОРФИНИБУ, как мы знаем, либо прибегли бы к хирургическому удалению как первичной опухоли, так и метастатических лечебов. Как бы вы поступили в данном случае? Голосование, пожалуйста. Так, ждем результатов нашего опроса. Вообще, как мы видим, да, что большая часть все-таки за РЕГОРФИНИБУ и для меня стало на самом деле удивлением то, что достаточно многие ответили, что на данном этапе перешли к иммунотерапии. Если это возможно, вы не могли бы, пожалуйста, прокомментировать свой выбор в окошке чата, потому что довольно интересно, что несмотря на МСС, да, на отсутствие микроциклитной нестабильности, пациентке все равно рекомендована иммунотерапия. Также 6 человек проголосовали за смену антиангиогенного препарата. Один и по одному человеку за реиндукцию ФОКСа и один человек за хирургическое лечение в принципе удаления метастазов и удаления первичной опухоли. По поводу хирургического лечения мы в принципе для себя исключаем хирургическое лечение на этапе прогрессирования пациента, то есть пациента, который прогрессирует, мы не оперируем, мы отправляем их на лекарственное лечение дальше. Оптимальным и по показаниям, по клиническим показаниям является назначение регрофениболи для таких пациентов, поскольку пациенты исчерпали уже и оксалеплатин, содержащую химиотерапию, и иринотекан, содержащую химиотерапию, поэтому пациентке было рекомендовано проведение таргетной терапии регрофенибом. И на фоне терапии регрофенибом в первый же день приема у пациентки развивается отек квинки, в связи с чем терапия регрофенибом была невозможна. Возвращаемся к нашей презентации. Это был февраль 2020 года, то есть чуть больше года назад. Учитывая, что пациентка регрофениб у нас принимать не могла, встал вопрос, а что же с ней делать дальше в таком случае. Пациентке было рекомендовано, мы долго думали, что же с ней делать, и в конечном итоге решили, что оптимальным вариантом лечения для нее будет реиндукция в режиме фолфокс плюс цитуксимаб. Также стоит заметить, что у пациентки не было проявления поля нейропатии, которые могли бы нас лимитировать в плане назначения оксалиплатин в сверачей схемы, и именно поэтому мы решили ее реиндуцировать. Мы провели 8 курсов химиотерапии в режиме фолфокс, с третьего курса добавили цитуксимаб, и здесь как раз-таки нас настигла та самая нежелательная для нас периферическая сенсорная поля нейропатия, но тем не менее достаточно ожидаемая, грейд 2. На этом фоне мы решили перевести пациентку на поддерживающую терапию, но перед этим мы ее проконтролировали, и как оказалось, она все-таки достаточно чувствительна к этому лечению, увидела снижение уровня онкомаркеров, мы достигли минимальных значений уровня С1-19-9 за всю лекарственную историю этой пациентке, и увидели частичный ответ по лицисту 1.1, минус 77% по максимальному размеру очагов. Пациентка находится на поддерживающей терапии с августа 2020 года, то есть на данный момент это 7 месяцев лечения, и это уже второй раз, когда она получает поддерживающую терапию в режиме деграммон плюс тетоксимаб. С точки зрения нежелательных явлений ее беспокоило на определенном этапе окноподобное СИК-Грейд 2, но, как мы знаем, есть рекомендации по коррекции этого нежелательного явления приема миноциклина, который пациентка начала, и на фоне приема этого антибиотика сыпь ее разрешилась практически полностью. Сейчас она ее абсолютно не беспокоит, кожа, в принципе, не обращает на себя внимания. Что касается максимального эффекта, достигнутого на фоне поддержки, то мы получили частичный ответ по критериям РИЦИСТ 1.1. И самое интересное, посмотреть на снимочки, что же мы увидели с точки зрения рентгенологической картины. Мы видим, что в марте печень пациентки усыпана достаточно крупными очагами, и при контрольном исследовании в январе мы видим, что все-таки количество очагов печени существенно сократилось по количеству, и также по размеру. Мы видим самые крупные очаги, достаточно все-таки, они примерно в полтора раза уменьшились точно. На данном слайде отражена краткая хронология всей лекарственной терапии нашей пациентки. Мы видим, что больше всего пользы принесла ей химиотерапия в оксале-платинсодержащем режиме в комбинации с торпилимидинами с добавлением препарата анти-GFR-цепоксимат. Какие выводы мы можем сделать из данного клинического наблюдения? Во-первых, данная комбинация позволяет достичь нам длительного противопухолевого ответа. Если мы оцениваем выживаемость без прогрессирования на текущий момент, то она составила 11 месяцев, из которых 7 месяцев приходится на поддерживающую терапию. И это при том, что это не первое использование данной комбинации у пациентки. Это уже реиндукция. И в прошлый раз, в первой линии, пациентка продержалась полной 12 полфоксов и 6 месяцев поддержки после завершения химиотерапии. И несмотря на то, что сейчас мы прервали уже классическую химиотерапию и перешли на поддерживающий курс, практически все метастатические очаги регрессировали. И вот здесь уже возникает вопрос, оперировать ли таких пациентов, убирать ли те очаги, которые у них остались. Или мы можем дать им как можно больше спокойной жизни на поддержке. Потому что я могу понять и желание хирургов удалить все метастазы, которые уменьшились, подсобрались и прекрасно выглядят с точки зрения резектабельности. Могу понять пациентов, которые стремятся избавиться от опухолевой нагрузки как можно быстрее. Но вот вопрос, насколько дольше, насколько дольше беспрогрессированы и в принципе они проживут после такой операции. А также какой еще работ мы можем сделать? Туксимаб может быть абсолютно хорошо переносим и не дает нам клинически значимых нежелательных явлений как в составе комбинированной химиотерапии, так и в составе поддерживающей терапии. Поэтому мы знаем, что ждать от этого препарата. Мы знаем, как корректировать эти нежелательные явления. Как пациентка корректировала сик назначение в космоцептике и назначение веноциклина. Поэтому в принципе этот препарат, на мой взгляд, замечательно помогает нашим пациентам жить дольше и жить лучше. Спасибо большое за внимание. Прошу прощения за технические неполадки, которые у меня возникали. Вероятно, рабочий компьютер не очень хочет сегодня. Большое спасибо. Я думаю, просто технические... Это не неполадки, а особенности переключения на голосование, да, и назад на презентацию. Это занимало какое-то время, поэтому совершенно незаметно для нас. Может быть, для вас как докладчик, а для нас это какие-то секунды. И большое спасибо за очень интересные клинические случаи, которые демонстрируют вот этот вот современный терапевтический континуум, классическое, да, планирование, исходное планирование последовательного назначения различных линий терапии, которая по итогам значительно увеличивает продолжительность жизни наших пациентов. Вот прозвучал... Да, сначала я бы хотела два слова сказать о выборе тактики. Здесь действительно оксальплатин, содержащий режим с цитоксимабом, дали максимальный эффект у пациентки. Но при развитии периферической кулиноэропатии мы в ряде случаев не можем вернуться к этому цитостатику. И тогда я бы хотела напомнить исследования, такие были Бонд, Бонд-1 и Бонд-2, и вот в исследовании Бонд-2 включались больные, которые прогрессировали ранее на терапии с иринотыканом. И они получали цитоксимаб с иринотыканом, были достигнуты определенные частоты объективных ответов, и исследователи выдвинули идею о том, что цитоксимаб помогает преодолеть резистентность к иринотыкану. Поэтому если вот ранее в комбинации с другим таргетным препаратом было зарегистрировано прогрессирование фолфирисбивоцузумабом, да, достаточно короткое время пациентка получала, то вполне возможно в более поздних линиях рассмотреть, мне кажется, опцию иринотыкана с цитоксимабом можно было бы, если вы до этого дойдете. Очень интересный вопрос в плане хирургического лечения. Ну, знаете, говорят, что самый активный хирург – это химиотерапевт. Да, но я и в прошлом хирург, и в принципе, конечно, и мнение хирургов и химиотерапевтов на эту опцию немножко различается именно по оценке. Перспектив хирурги обычно взвешивают всесторонние плюсы и минусы. Очень мало хирургов, кто оперирует, идя на Р1, и это действительно не имеет никакого смысла. Есть смысл оперировать только если достигается резекция Р0. Но вот я запомнила как-то пакту одного из ведущих европейских химиотерапевтов, занимающихся колоректальным раком. Он написал, что пациент с метастазами колоректального рака в печени должен быть прооперирован так рано, как только это возможно. Поэтому сейчас все больше и больше пациентов, которые не стали на первой линии резектабельными, оперируются на второй линии, если вдруг она позволила достичь объективного ответа. Сейчас активно развиваются стратегии стереотоксической лучевой терапии, если была резекция печени и зарегистрировано потом прогрессирование, стереотаксис, какие-то другие такие локальные подходы. Поэтому мне кажется, что по крайней мере точно совершенно нужно обсудить пациентка на мультидисциплинарном консилиуме. Особенно если мы вспомним классическое исследование FIRE-3, в этом исследовании больных лечили химиотерапевты. Я вот, к сожалению, у меня был слайд сет на эту тему, но за ненением времени я его весь удалила. Очень интересно, напомню, что FIRE-3, я об этом исследовании говорила, первая линия лечения – сравнение цитуксимаба с белоцизумабом в комбинации с режимом FIRE-3, но лечили пациента химиотерапевты. И кого-то отправляли на резекцию, кого-то нет, собственно говоря, по практике работы именно химиотерапевтов. Позднее, когда исследование было завершено, авторы собрали мультидисциплинарную команду, 8 экспертов-хирургов европейских различных, специалистов диагностики, и пересмотрели все компьютерные томограммы пациентов. И оказалось, что в очень большом проценте случаев пациенты достигали резектабельности на терапии с цитуксимабом, там высокая частота объективного ответа, были, собственно говоря, резектабельными, но химиотерапевты, к сожалению, не отправляли их хирургам. И выживаемость таких пациентов, и выживаемость без прогрессированной болезни, общая выживаемость таких больных была гораздо хуже, чем выживаемость больных, которые, достигая резектабельности, были прооперированы. И, в общем, основной вывод из этого анализа – необходимость работы мультидисциплинарной команды и обсуждения пациента именно на мультидисциплинарном консилиуме. А вы что думаете, как автор этого замечательного случая по этому поводу? Я тоже очень, у меня тоже могут подержать руки, отправить ее к хирургам. Мы уже так, у Лара, с нашими популярными хирургами, они готовы ее взять, они могут ее взять. Вот вопрос, только мы хотели бы ее обсудить на большом консилиуме, чтобы уже точно постовериться, что мы готовы ее отдать, и хирурги готовы ее взять. Но я лично вижу для себя, что такая пациентка от этого выиграет. Мне кажется, что она от этого выиграет. А причем в этом европейском исследовании очень интересная еще часть была посвящена анализу ситуации, компьютерной томограммы одного и того же пациента разными экспертами. И около 20% пациентов оценивались абсолютно различные. Напомню, что это были хирурги области печени, поджелудочной железы, печеночные хирурги высокого класса европейский. И были пациенты, которых один эксперт оценивал как нерезиктабельного, никогда не станет резиктабельным. Там несколько экспертов как потенциально резиктабельный. И еще один эксперт оценивал этого больного как резиктабельного сейчас. Поэтому, конечно, мультидисциплинарный консилиум, он поможет выбрать оптимальную тактику. И будем надеяться, что хирурги, ваши пациенты помогут. Ну, а, собственно, если прогрессирование наступит, то мы, вот как я уже говорила, может быть, и ринтекан содержащий режим, но с анти-ДЖФР антителом. Может быть, дождемся нового цитостатика. Собственно говоря, она у вас и капитабельный не получала тоже, да? Я еще люблю, конечно, опцию фолфири со флиберцептом, но вот выбрана была вторая линия терапии сбиваться с ума. Ну, просто потому, что это единственная опция, да, это только вторая линия, только с фолфири мы можем использовать этот таргетный препарат. К сожалению, в других линиях, и напомню, с оксалиплатин содержащим режимом, а флиберцепт не используется. Было исследование в первой линии, оно оказалось неудачным. У нас с вами есть еще один вопрос, пока нас не отключили совсем. Вот он был первый, я его как раз оставила на обсуждение. Посмотрите, пожалуйста, у вас есть иконка, чат, если нажать ее, самый первый вопрос. Рак ободочной кишки, рецидив, метастазы в прямо кишечном пузырном углублении, потом одиночные в легких. Нет мутации КЕРАС, БИРАФ, нет микростелитной нестабильности, нет экспрессии ХЕР-2. Какой процент онкопациентов с диагнозом брака ободочной кишки при отсутствии таких изменений в генах? Что им делать после второй, третьей линии? Ну, вот таких пациентов у нас получается все меньше и меньше, без каких-либо значимых мутаций. Теперь определяет НТРК, слитный ген, очень большая редкость, но тем не менее, такие пациенты есть, есть таргетный подход. А вот еще другие, ПИАКИ и ТРИСИ, есть метастатический колоректальный рак с мутацией ПИАКИ и ТРИСИ. Другое дело, насколько эта стратегия будет эффективна, потому что мы, например, пробовали, у нас был расширенный доступ, КЛПЛИСИБО планировался при раке молочной железы, но мы в том числе и включали пациентов с мутациями ПИАКИ и ТРИСИ, но с опухоли другой локализацией. К сожалению, успеха не получили, поэтому посмотрим, но все больше и больше каких-то молекулярно-генетических нарушений находится. А для этого пациента, ну, наверное, возврат, повторное применение, использованные ранней стратегией, причем напомню, что оксалеплатин, содержащий режим, чем больше времени прошло от окончания до повторного и его назначения, тем больше вероятность ответа. Это объединенный анализ исследований Оптимокс-1 и Оптимокс-2. Конечно, нужно использовать опцию повторного назначения. Это другой фторпиримидин. Это повторное назначение анти-НГФР препаратов в более поздних линиях лечения. Ну, наверное, так мы можем использовать все возможные лечебные опции. Как вы думаете? Коллеги. Илья Владимировна, а можно вопрос? Да. Вот ваше личное мнение вообще сочетание Фолфокса с анти-НГФР не лучше, может быть, даже вот у этого конкретного больного с Фолфири было начинать, учитывая исследования НьюЭПа, где получены были, ну, такие, неоднозначные результаты. Все-таки как-то классический кристалл всегда идет Фолфири с анти-НГФР. И тут к тому же левая половина. Может быть, и токсичности не будет, это кумулятивный, потому что потом возврат к Фолфоксу, он проблематичен. Ну, а вот, собственно говоря, я и хотела сказать, это идет от Фолфири. О, Господи, извините, от исследования Кристалл, которое как раз вы и упомянули. Но вы знаете, во-первых, не в традиции России, в первой линии лечения, давать режим Фолфири. Был специальный исследователь. Ну, все, можно ломать потихонечку. Да, его проводила Ирина Владимировна Поддубная. И оказалось, что подавляющее большинство наших с вами коллег-химиотерапевтов в первой линии лечения выбирает Фолфокс. Очень сложный вопрос. С одной стороны, за Фолфири, да, хорошее сочетание с анти-ДЖФР раз. Во-вторых, все-таки это более токсичный режим. В первой линии лечения пациент вроде бы в лучшем общем состоянии. И мы ему даем режим Фолфокс, который, ну, мне кажется, все-таки лучше переносится. С другой стороны, в отношении повторного назначения оксалиплатин, содержащего режима, я уже говорила, чем больше времени прошло между первым назначением и повторным, тем больше вероятность выигрыша. Поэтому, если мы оксалиплатин в первой линии назначили, потом пациент делал какой-то перерыв, та по периферической полиэнеропатии могла регрессировать, ну, и в конце концов дошел до еще какого-то повторного назначения, ну, вот я с ксилоксом люблю биоцизумал в какой-нибудь поздней линии, если капсистабина не было, оксалиплатин риэта и продукция повторного применения биоцизумал. Вот с точки зрения интервала и повторного назначения Фолфокс лучше в первой линии, тогда и потом позднее. Третий фактор, влияющий на выбор, это адюван. Сейчас все больше и больше пациентов, которые получают, как стали платить, содержащие режимы, тогда, наверное, риэлитокат. Сложный вопрос. Субъективные предпочтения врача? Ну, вы что назначаете? Вот метастатически больное, левая половина, собственно, сигмовидная, ну, показано анти-GFR, соответственно, вы, вот, ваше предпочтение. Знаете, у нелеченных больных в хорошем общем состоянии я очень люблю триплет. Честно говоря, не знаю, может быть, субъективно, потому что по национальным рекомендациям триплет используется, да, если мы все-таки хотим пациента довести до резектабельности у резектабельных пациентов, у пациентов потенциально нерезектабельные, вроде бы, триплет ни к чему, хотя есть работа, свидетельствующая о выигрыше выживаемости, но вот Михаил Юрьевич Федянин считает, что не нужен тут триплет, и в национальных рекомендациях его нет. Не знаю, я люблю триплет, честно говоря, в первую очередь рассматриваю его с последующей поддержкой, да, и во второй линии лечения, если в первой линии был триплет, то больше все-таки перспективы имеет режим фолфири. А не делать реиндукцию триплета? Реиндукции триплета нет, не использую. Ну, мне кажется, все-таки... Тереловато? Да, вы знаете, если в нормальных дозах, то в поздней линии триплет-то к сожалению, не используешь, а если используют, то мне кажется, это обманы пациента, самого себя, это обычно бывает редукция дозы, увеличение интервалов, и все равно нужного результата мы не получим, наоборот, из-за токсичности пациент должен увеличить интервал, поэтому в поздних линиях нет. Ну, по фоксу тоже люблю, я даже не знаю, как-то индивидуально, сложное, а вы? За фолфири. За фолфири, но есть в этом смысл определенный, да. Но вот мне мешает повторное назначение, я очень люблю повторное назначение в поздних линиях. Спасибо большое. Катерина Сергеевна, а вы? Я, честно говоря, вообще я люблю треплет, если это пациент с охраной и вижу перспективы резиктабельности, но если я вижу, что пациент очень диссеминирован, невряд ли когда-нибудь дойдет до резиктабельного состояния, я каюсь, больше люблю начинать с фолфири. Но реинфицировать я тоже очень люблю, поэтому, как правило, больше 12 курсов, даже если у пациента адекватно переносились, я никогда не пойду. Но вот почему я не начинаю с фолфири, честно говоря, даже как-то трудно сказать, да, потому что я всегда на вторую линию оставляю фолфири плюс афлиберцепт, честно сказать. Да, вот еще один из доводов. Это как бы единственная опция для применения афлиберцепта. Или мы этот препарат просто исключаем из терапевтического континуума. Поэтому, да, вот это тоже один из доводов, когда, чтобы использовать афлиберцепт, да, мы держим фолфири в запасе. Ну, большое спасибо глубоко уважаемым нашим экспертам, в заблестящее представление случаев, в заблестящий анализ, замечательная история лечения пациентов. А я, наверное, перехожу к завершению нашей сегодняшней встречи. Мы обсудили терапевтический континуум в лечении метастатического корректального рака. Мы четко знаем, что выбор тактики в значительной степени определяется мутационным статусом и локализации первичной опухоли и целью лечения. И если цель лечения объективный ответ, а я все-таки этот контингент увеличиваю, я считаю, что в объективном ответе нужны не только потенциально резектабельные пациенты, да, а в том числе и пациенты, вот, как я уже говорила, с массивным распространением опухолевого процесса. Ну, и надо сказать, что бывают пациенты, которые кажутся, ну, ни разу не резектабельными, а в результате эффективной химиотерапии, да, они становятся резектабельными. Наверняка у всех наших экспертов такие случаи были, когда больные отвечают, удается их прооперировать, поэтому, конечно же, если цель достижения объективного ответа, то независимо от локализации первичной опухоли, вариант выбора это химиотерапия с антиджеферамон, клональными антителами, в частности, с этупфимабом, которая обеспечивает очень быстрое достижение глубокого объективного ответа с высокой частотой у значительного количества наших пациентов. Напомню, все-таки любимый мой триплет, это почти 87% объективных ответов, но и на дуплетах тоже эта частота впечатляющая. Мы все знаем, что нельзя сочетать антиджеферамон, антитела с пероральными второперимединами, со струйным введением второрацила, только с инфузионными режимами, и, конечно же, мы не делаем вид, что выполняем инфузию в течение рабочего дня, а потом пациент уходит домой. Это полноценная двухсуточная инфузия. Если цель лечения увеличения продолжительности жизни, то, конечно, это химиотерапевтический дуплет с антиджеферамон при левосторонней локализации опухоли. Ну, а выбор химиотерапевтического дуплета, вы видите, это в том числе и субъективный, это, во-первых, план, конечно, последовательного лечения, а во-вторых, субъективные предпочтения химиотерапевтов, но и одна и другая точка зрения имеют право, полное право на существование и фолфлокс, и фолфири. Довольно ведь много исследований по прямому сравнению и, в общем-то, убедительных данных о преимуществах того или иного дуплета в первой линии терапии с тем или иным и клональным антителом на сегодняшний день не получено, поэтому вы можете выбрать то, что вам нравится больше, но в комбинации с цитуксимабом два наших эксперта разделились и используют и режим фолфири и режим фолфокс. А я всех благодарю за внимание и надеюсь, что мы встретимся еще не один раз, в том числе и очно. Спасибо большое и всем успехов. До свидания. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания.